Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео я отвечу на самый популярный, ну как самый, он не самый популярный, но он такой часто встречающийся вопрос у всех тех, у всех новичков, собственно. Мой канал рассчитан на новичков, на тех, кто заходит в Android-разработку. И очень часто спрашивают, где искать информацию о, ну вот, скажем так, обучающие материалы для обучения на Android-разработчика, да. И из этого вопроса вытекает еще такой вопрос, стоит ли изучать Android-разработку по документации на начальном уровне. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, существует несколько вариантов того, как вы можете изучать. Конечно же, самый лучший вариант это пойти ко мне на курс. Там у вас сразу дается весь актуальный материал, курс обновляемый, и вы получаете код из реальных коммерческих проектов. То есть вы сразу получаете практику правильного чистого кода. Но если вы хотите самостоятельно изучать, какие у вас перспективы? У вас перед вами изучение видеоматериалов на YouTube, изучение статей на русскоязычном пространстве, изучение статей на англоязычном пространстве, и у вас по факту еще остается документация. Если вы будете искать ответ на этот вопрос, вы очень часто можете встретить, что рекомендуют использовать документацию. Но как только вы откроете документацию, вы там нифига не поймете. Потому что документация, там просто технические данные. Там просто написано, что за что класс отвечает, какой метод за что отвечает. Цена, естественно, на английском языке. И вы даже если знаете английский язык, открываете, вы читаете, и вы это просто не можете понять. Отвечаю на вопрос, стоит ли изучать документацию на начальном уровне. Нет, ни в коем разе не стоит. Да, это родная андроидовская документация. Да, там все самое новое, самое современное, самое точное. Точно, но вы ничего не поймете из этой документации. Абсолютно ничего не поймете. Когда стоит изучать документацию? Изучать документацию стоит после двух лет опыта. Вот после двух, одного года опыта, когда вы уже практиковались каждый день, тогда, возможно, можно приступить к изучению документации, тогда вы что-то поймете. Но на начальном уровне, вот вы только установили Android Studio, пусть даже изучили основы Kotlin, изучили по моим видео основы Android, и вы, в принципе, уже готовы изучать дальше. И тут вы открываете документацию, и все равно вам нифига не понятно. Потому что оно написано не на человеческом языке. Это сугубо технический язык, вы его не поймете. Итак, а так откуда же брать информацию? Видео по YouTube. Это, конечно, хорошо, но вы будете долго изучать. Я имею в виду сейчас технический, обучающий, бесплатный видео на YouTube. Во-первых, там, так как человек это делает бесплатно, там очень плохая практика кода. Во-вторых, если это Live Coding, вы будете смотреть, как он каждую строчку пишет. Я не верю в Live Coding. То, что вот нужно прямо в эфире показывать, как ты пишешь код, он сильно затянута и непонятно. Плюс не под всеми видео есть ссылка на код, на проект, который использовался. Поэтому это хороший вариант. Видео на YouTube я поставил бы на второе место. На первое место я бы поставил, честно говоря, англоязычные статьи. Но тут нужно сделать нюанс. Так как Android, это сфера, которая обновляется ежегодно, некоторые вещи раз в три месяца, раз в полгода. Но в основном раз в год. И поэтому, скажем так, нужно искать информацию. Во-первых, на англоязычном пространстве. Это очень важно, потому что все новое появляется на англоязычном пространстве. Статьи. Просто заходите в Google и гуглите. Но очень важно. Гуглить информацию не старше одного года, не старше полтора года. То есть буквально 12 и получается 18 месяцев. От срок давности... Допустим, вам нужно разобраться в какой-то библиотеке. Понять, как это иная технология в Android применяется. И вам нужно тогда зайти в Google и гуглить англоязычные статьи. Сроком давности не больше года или полтора года. Вы просто заходите. И вот что происходит. Вы заходите сразу на страницу. Видите там описание. Видите код. Как, что там все делается. Тут плюс. Вы можете прямо уже скопировать код. Создать новый проект. Ставить этот код в проект. И запустите посмотреть, работает или нет. Потом можете это все модернизировать под свой лад написания. Свои названия объектом, переменным, методом. Но уже модернизируйте под себя. Все работает хорошо. И потом уже тачите свой реальный проект. Итак, какой же топ источников информации? Первое место. Это обязательно англоязычный Google статьи. Вы смотрите, потому что там удобно. Сразу можно взять код. Посмотреть, как он работает. Второе место. Это YouTube. Обязательно YouTube. Можно посмотреть, в принципе. Но не везде есть ссылки на код. И все, что бесплатно в доступе, ну не очень хорошо. Все обстоит с YouTube. Третье место. Я все-таки подставлю уже русскоязычный Google. Ну, даже это Яндекс. Там, посмотрите, на русскоязычном пространстве можете искать какую-то такую общую информацию, которая не меняется с годами. Например, как работать с виджетом изображения, как какой-то атрибут на может нагуглить. Ну, то есть уже на Яндексе получается. Вот что-то старое, что не меняется, можете смотреть на Яндексе. Потом я поставлю по доступности и источникам информации уже официальную документацию. Да, ну потому что на начальном этапе это все очень сложно понимается. И вы хотите спросить, а где же книги? Потому что мне часто спрашивают, какую книгу можно почитать. Я вам расскажу историю. Мне один раз друг мне прислал книгу по Android. Там было 2000 страниц. Я начал смотреть, и там 90% все устаревшее было. Книги не подходят. Android меняется минимум раз в год. Пока книги дойдут, напечатают, пока их выпустят, пока вы их найдете. А то, что вы имеете в виду, скорее всего, вы будете скачивать с интернета бесплатно. То вообще, для того, чтобы скачать с интернета, эта книга должна уже продержаться где-то. Ну, где-то обычно на год-два. Где-то продается, потом ее пиратят и скачивают. То есть уже ей 2 или 3 года будет. И вся информация, которая будет там, она вся будет устаревшая. Книги абсолютно не подходят. Книги подходят в чем-то фундаментальном. Можете книгу по алгоритмам взять почитать. По структурам данным взять почитать. Может, есть книга, есть, короче говоря. Она содержит в себе задачи, которые спрашивают при собеседовании у программистов, которые строятся в такие компании, как Google. Можете эту книжку почитать. Но все, что касается точечной информации, по языкам программирования, в принципе, можно почитать. Но как, что касается конкретной специальности, там, Android, iOS, Frontend. Про вот эти, что касается современных, актуальных специальностей, которые меняются раз в год. Книги здесь совершенно не подходят. Вообще, я учился сам. Я самостоятельно обучался. Ну, я и брал один курс. Ну, это же потом по архитектуре. Ну, а в основном я обучался сам. И я обучался на статьях, которые находил в Google. На статьях, на англоязычных статьях, которые находил в Google. И эти статьи я гуглил сроком давности не больше, чем год или полтора. Это идеальный вариант. Я вам советую придерживаться этого подхода. На документацию я вам советую на уровне между медлом и синиром. Когда вы будете, тогда уже идите на документацию. Смотрите документацию. Потому что вы ничего не поймете. В общем, я надеюсь, вам более или менее поможет мое видео. С вами был проект Мабу. Ставим лайк. Записываемся на обучение. Всем пока.